так дорогие друзья давайте рассмотрим что у нас по vtb вот это месячный график здесь соответственно май июнь июль был рост на росте наблюдался рост объемов то есть это говорит о том что идет но как бы мощное осознанное движение вот на правда в июле уже такая свеча с хосиком получилось то есть это говорит о том что уже игроки начинают колебаться и идет игра на купи-продай то есть но такие свечи они нередко появляются когда где-то вот уже скоро будет завершение движения вверх но не всегда так если мы посмотрим недельный график недельный график так вот здесь у нас рост основной рост у нас где-то закончился в начале июля и дальше пошла проторговочка но вы видите вот здесь красненькие свечи на падения они идут на падающих объемах то есть бумаги не дают упасть она держится так дальше если мы возьмем дневной график мы не по дневному графику что у нас получается вот у нас очень большой объем прошел на 43 918 вот видимо как бы крупные игроки сюда завели разгрузили позицию но дальше вот у нас есть такой уровень отмеченной красной линии 41 390 здесь судя по всему ну по ряду признаков скорее всего стоит много стопов у крупных игроков и в пятницу когда был обвал рынка втб скажем так не самая сильно просевшая бумага и при этом видите все-таки он нарисовал свечу на рост то есть эта свеча еще и с учетом гэпа она может трактоваться как окончание понижательного тренда вот здесь возник локальный контр тренд понижательный видите и он завершился вот здесь так называемый свечой молот молот еще и на растущем объеме плюс вот этот красная линия 1 видите это где очень много скорее что я предполагаю стоит стопов крупных игроков вот вторая красная линия 38 725 здесь тоже ну судя по определенной конфигурации идет много стопов крупных игроков вот и тем не менее когда было обвальное падение в пятницу рынка втб не ушел ниже вот этой первой линии где стопы 41 390 нарисовал формации указывающий на разворот падающего тренда поэтому что я думаю вот эта новая неделя открывается если глобальное падение рынков не продолжается а я думаю сейчас есть вероятность на отскок вверх и по нефти и по нашему рынку это просто следует из законов физики если что-то сжимается он должно отскакать периодически нас вот одна из бумаг один из инструментов который имеет наибольший шанс на отскок это втб то есть он он здесь по сути нарисовал все необходимые модели свечные по тех анализу которые должны развернуть вверх и поэтому если падение не будет на рынке то я думаю в ближайшую неделю мы увидим по втб 42 490 и 43 195 и возможен даже заход на 43 918 но от этого значения если сюда все-таки дойдет либо отскочит вниз либо если пробьет на повышенных оборотах и там закрепиться то пойдет на 47 вот смотрите если идет падение рынков или негативная динамика и втб уходит вот ниже этой первой красной линии то пройдя эту линию очень быстро дойдет до 40 483 тут зеленая линия где было достаточно масштабная проторговка и прошел большой объем соответственно вот если вы планируете бумагу распродавать то есть вы ее покупали то вот если переходит первую красную линию это первый сигнал на то что она будет падать дальше второй сигнал если как бы бумагу удерживается ли негатива на рынке нету то соответственно второй уровень этот зелененький 40 483 вот здесь она скорее всего любом случае даже при падении она задержится и будет торговаться ну и вот третий уровень красный 38 725 я предполагаю здесь тоже много стопов стоит вот и соответственно если она сюда дойдет эти стопы начнут срабатывать и уйдет на 35 вот итак резюмирую если вы занимаетесь втб смотрим что у нас происходит утром в понедельник как проторговала закрылась азия и что с нефтью если азия закрылась ровно или начала отрастать от скаткой то втб у нас один из первых претендентов на то чтобы отскочить и уйти на вот эти вот обозначенные значения в понедельник во вторник 42 480 43 095 и возможно 43 918 он если все начинает валиться в понедельник то смотрим как он будет действовать относительно уровня 43 41 390 если он его пробьет то он очень быстро дойдет до 40 483 ну вот валится идти вниз он будет в том случае если азия в понедельник закроется красной негативе если будет падать нефть то есть смотрим в понедельник если понедельник все открывается и торгуется хорошо есть шанс он уйдет вверх вот на эти уровни которые вам показал грамм в понедельник вот сюда если негатив то соответственно ловим его на 41 390 или 40 483 если все начинает валиться как сентябре 2008 года то летит в пол вместе со всем рынком но бумага ведет себя против рынка она еще не сделала свою игру и поэтому он у нее высокие шансы на отскок на заход наверх все спасибо за внимание до свидания